Когда внезапно умирает Юрий Шутунов, из него делают русскую икону. На его захоронение люди едут как паломники на Троекуровское кладбище. Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами, естественно, Ильичев Антон. Но мы не едем сегодня на Троекуровское кладбище. Мы едем на Перловское, на захоронение к Арведу. Был очень талантливый молодой человек. Клавишник группы Ласковый Май. Ко дню памяти Арведа не то, что на его могиле навели порядок, помыли памятники, почистили. Нет! Теперь там стоит новая композиция. И я буду вам показывать качество этого проекта. Памятники, как и все комплектующие, выполнены из премиального камня «Карельский габрадиабаз». Самый прочный, самый долговечный камень, который есть на сегодняшний день. При монтаже памятников и прочих работах использовался не цемент, как это принято сплошь и рядом, а самые современные, высококачественные импортные материалы ведущих именитых производителей. Что вы, собственно говоря, можете видеть на стыках, швах, в местах соединения и примыкания различных элементов. Также прошу вас обратить внимание на покрытие металлоконструкции, то есть ограды. Это высококачественная краска премиального сегмента. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто же за всем этим стоит? Кто же взялся за родовое захоронение Арвида? За эту шедевральную композицию? За эту работу? За это качество? В прошлом году примерно в это же время в интернете была распространена информация, которая не соответствует действительности по своему определению, так как она была не проверена и из сомнительного источника. Там фигурирует одна особа. Я не побоюсь и назову этого человека лжецом и мошенником. Я, волея случая, познакомился лично с соответствующими людьми. И мне известно все, как говорится, из первых уст, от первоисточника, от идейного вдохновителя и автора всего этого проекта. Это друг семьи, это друг Арвида. Это работа от души, от чистого сердца. Также я имел счастье лично познакомиться с мастерами с именем и репутацией, которые работали над этим проектом. В том году на захоронении Арвида происходил бардак. Начали приезжать фанатки, блогеры, мусорить, курить и так далее. Теперь этого не будет. Сектор охраняется ЧОПом, стоят камеры. Люди были предупреждены, что я приеду и буду снимать. Мне разрешили. Я долго уговаривал этого человека, чтобы мне приехать поснимать. Он не хотел это все афишировать. Но я хочу людям показать качественную работу. Потому что я, когда хожу по кладбищу, я наблюдаю покосившиеся памятники. Все разваливается, все сыпется просто как песок. А люди платят большие деньги за это. Вот это то, что мы видели с вами. Настоящая качественная работа. Дорогие друзья, я с вами потихонечку прощаюсь. С вами был Ильичев Антон. Всем счастья, здоровья и хорошего настроения. Привет Краснодарскому краю. Пока.